Всем доброго дня, мои дорогие, любимые, приятные зрители, с вами Юранка. И сегодня я вам решил рассказать, так сказать, записать второй следующий ролик после настройки Битлукера о том, какова его мощь и сила в обновленной Windows 10 до самой последней версии с новым шифрованием и на диске C. Собственно, сейчас я вам всё это дело продемонстрирую. В предыдущем ролике, к сожалению, да, я прошу прощения, что он вышел 21 минуту, кто смотрел предыдущий ролик, мы настраивали с тобой Битлукер, это встроенная функция шифрования жёстких дисков, съёмных носителей, включая флешки и съёмные жёсткие диски, в том числе встроенные жёсткие диски в компьютер. Итак, мы с тобой настраивали Битлукер для диска C. Для других дисков настраивается всё намного проще и намного быстрее. Я решил настроить диск C не по паролю, так как у меня уже имеется пароль, который я ввожу при доступе к компьютеру, а на флеш-память. Вот она, флешечка. Сейчас я вам продемонстрирую наглядно. Мы с вами запускаем компьютер, ну, к примеру, со стороны какого-нибудь злоумышленника, пускай это человек, который даже не ворвался в нашу компьютеру, не ворвался, прошу прощения, в наше жилище, а какой-нибудь, например, там брат, сестра, неважно, кто-то пытается получить доступ к нашему компьютеру. Человек такой, я вроде слышал его пароль, сейчас я его введу. И тут вдруг нам только при включении компьютера сразу же упадает информация. BitLooker. Подключите USB диск, содержащий BitLooker. USB диск, под значением словом USB диск, это может быть всё что угодно. Это может быть карта памяти, это может быть флеш-накопитель, например, вот такой. Можно взять даже карточку маленькую, но у неё есть больше шансов потерять, конечно же. Поэтому лучше использовать вот такой вот USB накопитель, то есть USB флешку, какую-нибудь, главное, запомнить, если у вас их много, на какой вы устанавливали BitLooker. Устанавливается он автоматически при помощи специальной вот этой функции BitLooker именно Windows. И, собственно, флешку можно использовать даже всего лишь на 4 ГБ. Сейчас у нас с тобой информация, нажмите ввод для того, чтобы перезагрузить компьютер, и повторить попытку нажмите Escape для восстановления BitLooker. Например, человек пытается получить доступ к нашему компьютеру, нажимает на Escape и получает ещё больше информации. Видите, ключ восстановления для этого диска. Человек, который настраивал BitLooker, прекрасно понимает о том, что это такое. Человек, который BitLooker не настраивал, конечно же, не понимает даже id-ключа восстановления. Он думает, что сейчас я веду этот id-ключа. Это простой идентификатор для того, чтобы человек, который забыл ключ, зная идентификатор, по нему может найти свой ключ восстановления и восстановить доступ. Тут человек думает, ага, вводят его несколько раз, и ничего у него не получается. Тут написано, что посетите по адресу Windows и Microsoft такой-такой-то адрес для того, чтобы как это всё установить, и необходимо войти через другую ПК или с мобильного устройства, подключиться к вашему аккаунту. Как всё это настраивалось, показано в предыдущем ролике, 21 минута получилось, очень подробно. Нажмите клавишу Escape для доступа к дополнительным параметрам. Ну, тот человек думает, сейчас вот я что-нибудь сделаю и натворю, получу доступ к компьютеру. Нажимает на Escape, подготовка восстановления BitLooker. Тут у нас с вами происходит такая загрузка небольшая. Сразу предупреждаю, после настройки BitLooker на диск C, у вас будет устанавливаться обновление для системы, довольно большое, довольно долгое. Я вас заранее предупреждаю, и компьютер ни в коем случае в этот момент не выключайте, иначе потеряете к нему доступ и придётся переустанавливать систему. И тут нам предлагают ввести ключ восстановления, загрузить ключ восстановления с USB устройства, или пропустить этот диск. Человек, конечно же, нажимает ввести ключ восстановления, и ему пишут, что необходимо посетить такой-такой-то сайт, метка диска такая-то, такая-то. Человек, конечно же, ни хрена не поймёт, что тут нужно вводить, что-нибудь ведёт. Ну, какие-нибудь цифры ведёт. И подумать, что это поможет. Ну, тут же мы с тобой несколько групп цифр неправильно. То есть, продолжить мы с тобой не можем. Просто нажать слово «продолжить» мы не можем, даже введя какие-то любые цифры. Загрузить ключ восстановления с USB устройства, например, человек нажимает. Тут у нас написан «Поиск». То есть, как вы понимаете, необходимо вставить USB накопитель с ключом восстановления. Обращаю ваше внимание, что для восстановления можно использовать не именно этот же USB накопитель, а какой-нибудь другой сторонний. Например, на эту флешку мы установили битлукер, а на другую флешку ключ восстановления. И пускай человек думает. Тот, кто не разбирается в этом, вообще не поймёт ничего, даже что такое слово. Просто битлукер, он не разберётся и скажет «Да тьфу его нахуй, этот компьютер, и не полезет в него просто». Даже при попытке подключить данные жёсткие диски к другому компьютеру, вы доступа к нему всё равно не получите. А в особенности нового шифрования, не установив Windows 10 с определённым обновлением, самым последним, человек не получит доступа, в принципе, даже если будет знать все абсолютно данные и иметь даже при себе флешку. Пропустить этот диск. Мы с вами, например, он нажимает. И тут у нас с вами информация «Использовать устройство», «Сетевое подключение или DVD-диск», «Встановление Windows», «Поиск неисправностей», «Выключить компьютер» или «Продолжить». Тут написано «Выход использования Windows 10». И тут человек думает «Ага, нажму, как я, продолжить, и получу доступ к Windows 10». Но вдруг раз, и не тут-то было. Компьютер у нас своя. Перезагружается. И нам выдаётся с вами вновь после запуска информация о BIOS. Кстати, в BIOS в материнской плате может быть встроенный специальный TDP или как-то, короче, TVP, короче, какой-то специальный для настройки битлукера. Имеется специальный модуль какой-то. Я по этому поводу более подробно рассказать, к сожалению, вам не могу, потому что самого, скорее всего, у этого модуля не имею. Своей материнской плате, но самые новые должны, в принципе, всё это иметь, я думаю. И тут мы с вами, собственно, получаем то же самое. А теперь я вам показываю, как получить легко и просто доступ. Человек, который настроил тот битлукер, так называемый, просто берём флешку. Ту, на которую мы устанавливали с вами битлукер, просто её вставляем в компьютер и нажимаем Enter. Ожидаем перезапуска системы. И вот мне сейчас интересно, даже специально для вас, именно сейчас лично проверяю, получится ли нам получить доступ к компьютеру или нет. Тут мы с вами ожидаем. Да. Доступ получить к компьютеру теперь не могу и я, к своему же, хотя я установил то USB-устройство, которое было, в принципе, необходимо установить. Содержащее ключ битлукер. Что весьма странно. Возможно, нам необходимо установить USB-устройство не в верхнюю часть ПК, именно не вот в эту вот часть возможности подключения, скажем так, не вот сюда вот, а, возможно, куда-нибудь туда вот в заднюю часть ПК. Ну и мы с вами получаем, собственно, вновь такую вот информацию. Ну что ж, на этот раз мы с тобой, так как я делал восстановление битлукера специально на данную флешку, мы нажимаем с тобой, использовать восстановление, нажимаем Escape. Далее, после этого мы с тобой нажимаем еще раз Escape. Что, кстати, весьма странно, друзья. Да, потому что я вставляю флешку, а он мне все равно выдает информацию, ставьте USB-накопитель. Видимо, просто система распознает именно подключение сзади, то есть верхняя, может быть, просто не распознается. Хотя давай мы с тобой это проверим. Я попробую вставить флешку в задний слот компьютера, и, может быть, нам удастся с тобой получить к нему доступ, для того, чтобы сейчас в данный момент не возиться. Пока что поставим паузу. Так, друзья, ну что ж, мне удалось пролезть под компьютер и установить флешку, после чего она замигала. Удачно, что означает, скорее всего, что подключение удалось. Мы с вами ожидаем вот этого момента. Вновь в загрузке системы. Если ничего не удается, мы просто делаем восстановление. Как раз это будет, ну, собственно, данным. Нажмите клавишу «Вод», чтобы, например, загрузка повторить попытку. Мы с вами восстановили наш USB-накопитель, на котором имеется BitLocker, но нам с вами удается вновь такая информация. Тогда мы попытаемся сделать, произвести восстановление. Сейчас мы все с тобой это дело проверим. Ожидаем загрузки и продолжаем. Что ж, мы нажимаем «Загрузить ключ восстановления с USB-устройства». Вот сюда. Далее у нас с вами просто появляется выбор действий. Выход и использование Windows 10. То есть, нам с вами уже, скажем так, предложили выбор действий в автоматическом режиме. То есть, видимо, все-таки ключ обнаружился на моем USB-устройстве в автоматическом режиме. Мы нажимаем «Продолжить использование Windows». И вот сейчас будет очень-очень интересно. Если мне не удастся получить доступ, мне придется вновь заходить в свой ПК. Именно в плане... Ой, прошу прощения, в свой аккаунт. Да, что весьма странно, как бы, подключая USB-диск, содержащий BitLocker, но при этом он не все равно запрашивает просьбу о подключении данного устройства. Я помню, я производил сохранение на свой аккаунт. И, видимо, мне сейчас придется в него заходить. Либо же попробовать вытащить и вставить флешку. Да, попытаемся это сделать. Я это сделал, ребятушки, сделал это, но это оказалось без результата. Но нажимаем еще раз «Перезапустить компьютер». Окей. Следовательно, стоило мне этот ключ куда-нибудь для установления все-таки записать. Сохранить файл или же просто его записать. То, чего я не сделал, совершив, скажем так... Итак, друзья, теперь второй ролик и немного вкратце. Для того, чтобы получить доступ к нашей флешке, так сказать, для того, чтобы... Я не знаю, почему сейчас прыгает очень сильно цвет. Прошу прощения, это что-то с камерой. Поддержка USB нужно поставить не частичную инициализацию, а полную в разделе «Загрузка». Далее, в разделе «Порядка загрузки устройств» нам необходимо установить флешку в первый раздел. То есть, первый раздел будет у нас с тобой, ну, так называемая «Кингстон Трэвеллер», так называется моя флешка. Далее у нас с тобой идет «Виндовс Бут Менеджер». И после этого мы с тобой ставим уже другие жесткие диски. То есть, Windows на втором месте, на первом месте у нас с тобой диска... На первом месте загрузки у нас с тобой будет установлена наша флешка. Пытаемся теперь запустить компьютер. Прощаю ваше внимание, что флешка должна видеться обязательно в BIOS, иначе у нас вообще с вами ничего абсолютно сделать не получится. Ну что ж, проверяем на этот раз, что у нас с вами произойдет. Получим ли мы доступ к нашему компьютеру. И вуаля! Все, что было нужно и необходимо, это просто поставить флешку на первое место, то есть First Boot'ом. И тогда мы с вами получаем доступ к нашему компьютеру. Я попытаюсь объединить два ролика. BitLooker успешно сработал. BitLooker успешно запустил флешку. И, то есть, как вы понимаете, как при установке Windows First Boot'ом ставится либо же флешка, откуда производит установка винды, либо же флешка, либо же, прошу прощения, DVD-ROM. DVD-ROM у меня нет. Мы с вами устанавливаем флеш-накопитель, на котором устанавливаем BitLooker в первый раздел запуска. Потом на втором месте мы ставим с вами обязательно Windows, и тогда BitLooker сработает. Ну что ж, а после того, как человек даже получил доступ к нашей флешке, мы с вами видим, введите пин-код, тот, который мы с вами установили на компьютер. То есть, человек только получил доступ к флешке, думает, ага, сейчас, компьютер запустился. И тут нас, сука, эх, надо получить еще теперь и как-то доступ к ПК, взломав пин-код. Так что, на этом все. Вот так работает BitLooker, друзья. А, давайте немного вам продемонстрирую, как он выглядит уже в системе. Обращаю ваше внимание также, что до момента ввода пароля у нас автоматически с вами запускаются все приложения, которые были запущены в последний момент перед выключением компьютера. То есть, в тот момент даже вы можете просто включить компьютер, уйти, вернуться, запустить компьютер, ой, прошу прощения, ввести пароль, и у нас валя, все программы будут запущены. Как выглядит BitLooker на других жестких дисках? Давайте я вам немного это продемонстрирую. Вот так вот выглядит BitLooker на других жестких дисках. Жесткий диск просто заблокирован. Ну что ж, друзья, все-таки мне, видимо, придется воспользоваться конвертером, которым я не пользовался очень давно, но и объединить получилось так, что все эти три ролика придется объединить в один. И, собственно, вы увидите один-единственный ролик. Как работает BitLooker на съемных носителях? К примеру, на съемных жестких дисках. Это жесткий диск, например, у меня G. Мы до того момента, пока мы не введем пароль, мы не можем увидеть никакой информации о нашем диске. То есть, абсолютно никакой, сколько памяти занято, сколько свободно. И если мы на него нажимаем в попытке его открыть, справа вверху в углу появляется надпись «BitLooker, введите пароль для разблокировки данного диска». Если мы нажимаем «Дополнительные параметры», мы с вами видим информацию о «Введите ключ восстановления», «Автоматически разблокировать на этом ПК». Но лучше этого не делать, если доступ к компьютеру может иметь кто-то, кроме вас. Если кто-то доступ может иметь к компьютеру, кроме вас, я настоятельно еще рекомендую, плюс ко всему, также использовать учетную запись «Гвоздя». Это также вам поможет. Мы вводим с вами пароль, который мы устанавливали на жёсткий диск при установке BitLooker. И нажимаем «Разлокировать». Если пароль успешно и правильно введен, у нас с вами обнаруживается на жёсткий диск. И вот он, собственно, собственные персоны на жёсткий диск, ся, гейт, бэкап и так далее. И сколько свободно, то есть мы от него открываем и получаем к нему доступ. То есть всё, все наши данные, всё, что мы на нём имеем, мы к нему получаем доступ. До момента, конечно же, перезапуска компьютера. То есть после перезагрузки компьютера мы вновь теряем доступ к дискам, и нам необходимо ввести пароль. Обращаю ваше внимание, что на разные жёсткие диски можно установить разные пароли. То есть на один жёсткий диск один пароль, на второй другой, на третий третий, на четвёртый четвёртый. И на диск C мы можем установить наивысшую меру безопасности. Это, как я уже рассказывал ранее, установка флеш-накопителя. При его извлечении доступ к компьютеру получить невозможно. Получить доступ к данным компьютера невозможно. Получить доступ к системе, в том числе, невозможно. И, собственно, как всё это дело выглядит в панели управления. Что мы с вами можем сделать, это приостановить защиту, архивировать ключ восстановления, копировать ключ запуска. Копировать ключ запуска, как я понимаю, это на другой какой-то съёмный носитель. То есть можно использовать несколько флешек. Обращаю ваше внимание, что также обратите внимание на вот эту вот флешечку. На ней хранятся файлы восстановления с TXT файлами, которые можно открыть на другом компьютере. И там указан ключ восстановления в случае утери, скажем так, нашего флеш-накопителя. И обращаю ваше внимание, что для битлукера не было использовано практически ни килобайта памяти. То есть функции битлукера можно использовать даже на карте памяти или на флешке, которые объёмом даже менее 1 гигабайта. То есть там даже, ну, флешки менее 1 гигабайта, я думаю, даже не делают. 500 мегабайт, 10 мегабайт, даже менее, наверное, меньше 10 мегабайт занимает у нас с вами данный файл. Мегабайт 18 всего лишь. Ты можешь себе представить, файл битлукера занимает всего лишь 1 мегабайт. И даёт доступ к компьютеру. Поэтому использовать можно абсолютно любой накопитель, абсолютно любого объёма. Карты памяти, как подключать? А, я понял, почему не было доступа у меня, да. Можно также использовать карты памяти, как я уже сказал ранее, но это рискованно. Карту памяти, если она маленькая, её можно просто где-нибудь затерять. Но её можно использовать, если у вас имеется картридер. Например, вы вставляете карту памяти в мобильный телефон. Но если ваш мобильный телефон украдут, то придётся использовать код восстановления. Или если вы потеряете карту памяти, но это равносильно тому, что вы потеряете телефон. То есть, если у вас украдут телефон, вы просто потеряете доступ к возможности использования битлукера. Поэтому рекомендую использовать какой-нибудь съёмный носитель наподобие флешки. Либо же можно использовать съёмный жёсткий диск в том числе. Данное устройство может быть постоянно необходимым, чтобы оно было установлено именно в момент запуска компьютера. Как настроить, я вам уже всё это рассказывал ранее. Самая подробная настройка в первом видеоролике. И как выглядит битлукер на других дисках. Если мы с вами не ввели пароль, то в разделе битлукера будет написано вот здесь, что у нас с вами заблокировано. При нажатии разблокируя диск, от нас с вами вновь просят ввести пароль. Те жёсткие диски, на которых битлукера нет, будет написано отключён. Мы нажимаем включить, и там будет возможность с установкой только пароля на другие данные. На другие, прошу прощения, жёсткие диски. А вот именно на диск с операционной системой можно использовать подключение флеш-накопителя. На съёмные, жёсткие, на съёмные носители, в том числе на такие, как флешки, в том числе можно использовать битлукер. Но использовать битлукер на флешку, которая используется для разблокировки при помощи битлукера нашего основного жёсткого диска с системой, настоятельно не рекомендую, потому что битлукер на битлукер ничего хорошего не даст. А именно, мы не сможем с вами разблокировать доступ к системе, как вы понимаете. Можно использовать на любую флешку, можно защитить абсолютно любую флешку, которую вы захотите, при помощи битлукера. Но флешки, если они без всего, то в принципе ставить на них битлукер даже не имеет смысла. Если мы с вами можем также использовать битлукер на съёмных носителях, что мы можем сделать? Мы можем архивировать ключ восстановления, сменить пароль, удалить пароль, добавить смарт-карту, включить автоматическую разблокировку или отключить битлукер. Автоматическая разблокировка действует каким образом? Вот этого я сказать, к сожалению, не могу. Сколько я информации вычил, изучил, а вот именно как работает автоматическая разблокировка, к сожалению, я вам сказать не могу, потому что я сам этого не знаю. При настройке, также добавлю, что я добавлял некоторое время назад, при установке на диск операционной системы битлукера, в самом конце, именно проверить возможность установки битлукера на данный диск, рекомендую снять галочку, потому что, возможно, ошибка после перезагрузки компьютера. Возможно, ошибка будет выдана. Как это было и у меня. Мне пришлось снять галочку, и у меня всё заработало. Если вы разобьёте флешку, в этом случае вы теряете доступ к системе. Необходимо будет использовать ключ восстановления, который вы можете распечатать. Нажав распечатать, момент настройки битлукера. Как всё это делается, всё уже было рассказано, я повторюсь, прошу прощения, в первом ролике. Так что, вот таким вот образом работает битлукер, защищая ваш компьютер, защищая ваши жёсткие диски, защищая ваши съёмные накопители от проникновения злоумышленников или каких-то сторонних лиц. Заблокировать можно как определённые какие-то папки, именно в плане новых файлов, которые уже были добавлены. Либо можно полностью защитить весь жёсткий диск, как мы это делали в самом первом ролике. Поэтому на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте группу ВКонтакте, рассказайте друзьям, комментируйте. С вами был Юранко, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, насколько возможно, подробно я вам рассказал о битлукере, о том, как он работает, о том, как он защищает систему, как он защищает жёсткие диски ваши, другие съёмные накопители. Неважно, это могут быть флешки, съёмные жёсткие диски, карты памяти и так далее. Но если вы карту памяти установите в другое устройство и на нём установлен битлукер, я думаю, что вряд ли в ней устройство сможет получить доступ. С этим я тоже не знаком, я этого не проверял, поэтому на карты памяти, например, которые установлены в фотоаппаратах, я битлукер не рекомендую ставить. Так что на этом всё. Всем удачи, до новых встреч,имся на канале, в группе, в новых видео. С вами был, как всегда, Юранко. Мы все в группе, на канале и в новых видео по настройке. Пока. Всем удачи, до новых встреч, огромное спасибо за просмотр. С вами был Юранко. Ещё раз. Удачи. И пока-пока. Учитесь настраивать пока правильно. Иначе может быть крах. А именно крах либо в вашей системе, либо вы потеряете доступ к своим жёстким дискам и затем будете ломать голову о том, как же всё это обратно восстановить. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока. Не забудьте подписаться на канал, рассказать друзьям, написать комментарий и поставить лайк. Всем удачи.